В последних видео я рассказал о том, что я получил дивиденды достаточно большие, о собственной компании. За вычет налогов это составило 575 тысяч. Я их перевел тут же на брокерский счет, вы это видели. И сегодня я ими распорядился достаточно быстро и легко. Что я приобрел. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. На самом деле я размышлял не так, чтобы долго. Но смотрите, сумма достаточно большая. И первое, о чем я задумался вдруг, думаю, не купит ли мне транснефть? На эту мысль навели меня сами мои подписчики. Когда я спросил в предыдущем видео, от какой компании я получил такие большие дивиденды, они мне как вариант дали транснефть. Я такой, ого, интересная мысль. Почему интересная? Потому что у транснефти очень дорогие акции. И я когда-то смотрел уже на эту компанию, и там, значит, говорили, что компания вообще вот такенская, зашибенная. Но одна акция тогда стоила что-то там 150 тысяч рублей за одну акцию. И я думаю, блин, вот как бы были бы деньги, я бы ее купил. Ну и сейчас это просто всплыло в памяти. Я решил посмотреть на компанию транснефть. Транснефть, в принципе, это, как считается формально, транспортная отрасль, транспортировка нефти. Транснефть берет деньги за всю нефть, которая добывается, потому что если нефть добывается на скважине, то она в любом случае попадает в трубу, и транснефть по-любому получает с этого прибыль. И неважно абсолютно цена нефти буквально. Вот. Поэтому, значит, у меня возникла такая мысль, и я решил посмотреть на эту компанию. Вы видите, что она, в принципе, находится на достаточно интересной позиции. Это уровень поддержки практически. И она готовится к прыжку, можно сказать, вот, ну, за все время там она вот такая. Значит, за последние там полгода вот такая. То есть она в начале роста, я смотрю, ну, да, вроде растет. Вот. Дальше я зашел, думаю, да, и посмотрю еще, что думают эксперты по этому поводу. Да, дивиденды у нее очень хорошие. Я посмотрел в личном кабинете, опять же, по дивидендам. Давайте посмотрим в личном кабинете. Дивиденды у этой компании достаточно приличные. Вот. Дивидендная доходность 4,49, 6,69. Последние, значит, 8,04. То есть это выше, чем текущая инфляция. Вы понимаете, да? То есть это очень хорошая дивидендная доходность. То есть, ну, по-любому это лучше, чем вклад в банки. Только насчет дивидендов. И, опять же, рост самой акции. Ну, вот, как бы, такие вещи. Теперь, смотрите, что я посмотрел. Я посмотрел прогноз. Сначала я просмотрел прогноз у Тинькова. Но как-то у Тинькова, мне кажется, прогнозы прямо все сплошь покупать, покупать, покупать. Ну, я это увидел и думаю, ну, хорошо. А дальше я думаю, ну, у открытия более сдержанные обычно прогнозы. Я решил зайти в личный кабинет тоже открытия и посмотреть на прогнозы. Ну, вот, смотрите. Значит, по оценкам различных экспертов, значит, они тут анализируют и говорят, что кто-то говорит 22% экспертов, говорит, продавать. 11% говорят держать, 33,3, то есть ровно одна треть говорит покупать. И столько же говорят активно покупать. То есть 67% говорят активно покупать, ну, то есть покупать за покупку. Вот, ну, так сказать, это вот уже, как бы, хороший довод. Вот, ну, собственно, это и решило судьбу Думы. Ну, о чем мне мучиться, я взял и приобрел эту акцию. Значит, я ее приобрел за стоимость позиции. Средняя цена открытия позиции 141 700 рублей. Я поставил заявочку, в течение, там, 15 минут она исполнилась. Понятно, что я ставил ее, ну, цена лучше, чем та по предложению. То есть я не по рынку покупал. Все очень хорошо за это время, за сегодня она уже выросла. Ну, за сегодня она уже выросла. Вот так. Значит, дальше я стал задумываться. Ну, хорошо, 140 тысяч я истратил. И куда же еще истратить остальные деньги? Тут я вспомнил, что, в общем-то, сейчас идет этап дорожания золота. И поэтому я решил вложить какие-то деньги в золото. Ну, у меня уже есть акции, которые рассчитаны на золото. И это акции золото добывающих компаний. И в серебро акции, так сказать, полиметалла, которые добывают серебро. И эти акции уже выросли здорово. Вот. Но я решил чисто в золото вложить это FXGD, то есть ETF, который рассчитан на золото просто. FXGD. И я решил, думаю, так, ну, хорошо, я вложу туда 70 тысяч, что, собственно говоря, и сделал. Так, вот сейчас смотрим у меня. Финнекс золото 75 тысяч 488 рублей. И он тоже немножечко вырос даже. Ну, а остальные деньги я решил вложить в структурный продукт защиты капитала. Нет, просто в структурный продукт. Сейчас покажу, какой. Да вот первый же, 23% купон. В принципе, очень даже неплохой. Газпром, ГМК Норникель, Лукоил и Яндекс. Ну, слабое звено здесь Лукоил, на мой взгляд. Вот. Давайте посмотрим на него более внимательно. Сумма инвестирования от 250 тысяч. Я вот 250 тысяч и вложил. Барьер выплаты купона 85% от начальной цены. То есть, если самая худшая акция упадет на 15%, то я получаю купон. Купон выплачивается ежемесячно из расчета 23% годовых. Вот. Что еще я могу сказать? Один раз в 30 дней, да, один год. Барьер выплаты. Барьер отзыва продукта 100%. Если все 4 акции вырастут, то я получаю все деньги назад и все купоны. Ну, собственно говоря, вот так. Я сильно подозреваю, что в течение первого же месяца он и закроется. Потому что сейчас есть период роста, потому что сейчас выход из пандемии и так далее. Ну вот, такие мои инвестиции, которые я сделал. Ну, что я могу сказать? Ну, это видео предназначено, наверное, для тех, у кого денег достаточно и тех, у кого есть статус квалифицированного инвестора. Потому что структурные продукты сейчас доступны только для квалифицированных инвесторов. А я являюсь квалифицированным инвестором. А с другой стороны, меня смотрят тоже. У меня в подписчиках есть квалифицированные инвесторы. Поэтому это видео для них. По-то, значит, это транснефть тоже. В общем-то, компания та еще. 140 тысяч не у каждого найдется вложить в одну акцию. Поэтому вот так. Ну, я хотел снять и рассказал о том, куда я вложил вот эти вот основные деньги. А о том, как я собираюсь переформатировать портфель 100 тысяч рублей, я расскажу чуть позже. Потому что там все намного сложнее и, наверное, интереснее. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. До встречи.